Пример, как победить искушение, я хотел бы привести из жизни своего блаженно подчившего отца, протерея Георгия Фомина. Произошло это в начале 90-х годов в славном селе Кукобой Ярославской области. Отец был первым наставителем этого открывшегося храма, и он решил провести сигнализацию. Очень много было воровства в храмах в то время, и чтобы себя как-то обезопасить, он решил провести сигнализацию. Сигнализация очень простая, на открывании дверей и окон, замыкание контактов, естественно, звонок, сирена. И как мама шутила, что отец последняя связь с внешним миром, они были москвичи, уехали в Ярославскую область, Отец, в общем-то, и то забрал. Это был радиоприемник, который он приспособил именно для оповещения, сигнализации, что сработало. И вот в какой-то момент сигнализация стала работать очень часто, по ночам. Чуть ли не каждый час. Отец сначала ходил, смотрел, не залезли ли воры, но, в общем-то, никого не было, двери были целые, внутри было все хорошо. Ходил день, ходил два, а потом даже, в общем-то, понял, что это какой-то сбой в системе, и уже перестал даже ходить, а стал ночевать рядом с этим переключателем сигнализации, который бы ставил сигнализацию опять, в общем, на новую стражу. Так прошло еще, наверное, две ночи. И потом вдруг Отец, как он сам рассказал, понял, что это, естественно, происки лукавого. Но, будучи человеком духовным, он решил даже и происки лукавого, как сказано в Священном Писании, и бесы дуют на мельницу Христову, решил направить на Славу Божию. Как только срабатывала сигнализация ночью, естественно, Отец ее переключал, ставил в режим опять ожидания, но не ложился сразу спать, открывал Евангелие и начинал читать Евангелие, прочитывал главу, после этого уже ложился и засыпал. Через какое-то время, через час опять сигнализация срабатывала. Тогда он опять переключал, открывал уже послание апостолов, читал одну-две главы послания апостолов и ложился спать. Если опять срабатывала сигнализация, то, в общем-то, он опять открывал псалтирь, читал одну кофизму, молился славами псалмопевца Давида и ложился, в общем-то, спать. Так, как он сам рассказывает, продлилось около трех ночей. Лукавый понял, что, в общем-то, ему не победить, не смутить доблестного воина Христова, протерея Георгия Фомина, после чего поломка сигнализации была найдена самим протереем Георгием Фоминым, а не мастерами, которые, в общем-то, посещали и пытались посмотреть эту систему. А поломка была очень простая. Перетерлись два проводка, которые шли от дома к собору нерукотворного образа в селе Кукобой, и при замыкании, в общем-то, срабатывала сигнализация. Вот так искушения от лукавого, если правильно ими воспользоваться, могут послужить к славе Божией и к величию тех, кто ими пользуется этой славой Божией.